Привет! Это Камчатка с Александром Петровым, культуртрегером быть легко и приятно. За окном февраль, морозы, а я сижу в уютном доме и читаю хорошие книги. Я уже рассказывал о пяти самых интересных книгах о Камчатке, о пяти самых интересных художественных книгах и обещал рассказать более подробно о каждой из них. Кстати, ролик, который перечисляет все пять лучших художественных книг о Камчатке, три художественных и две стихотворных, вы можете посмотреть, пройдя по ссылке в описании этого самого выпуска культуртрегера. Сегодня я расскажу, как обещал, о первой книге, которую я назвал в числе пятерки самых лучших художественных книг о Камчатке. Это повесть Романа Раигородецкого «Путина». Повесть «Путина» была написана в 63-64 годах века минувшего и вышла в свет в 65-м году века минувшего во Владивостоке, в дальневосточном книжном издательстве. Тиражом, сейчас посмотрю, тиражом 30 тысяч экземпляров. Достаточно большой тираж, но тем не менее эту повесть предпочли пропустить, сделать вид, что такой повести не существовало. И не потому, что она безнадежна, плоха. Я уже говорил о том, что по большому счету, по гамбургскому счету, который изобрел гениальный Виктор Борисович Шкловский, камчатская литература не дала русской литературе ни писателей, ни поэтов первого ранга. Но, тем не менее, несколько авторов вполне достойны. И первый из них – это роман Исаакович Райгородецкой. Вернемся к повести «Путина». Я специально не буду рассказывать ничего о сюжете, о коллизиях этой повести. Я скажу, что это со всего, с первых дней существования писанной на камчатке литературы и до нынешних дней, это единственная, по-настоящему, глубокая психологическая проза, которая ставит перед читателем вопросы совести, вопросы нравственности, вопросы места человека в этом мире. Это, конечно, общие слова. Но если до этого книжицы, выходившие о Камчатке и на Камчатке, писанные местными авторами, были совершенно примитивными, плоскими, ну, к примеру, назову повесть Харитановского человека, «Человек с железным оленем» о Глебе Травине, как типичный обращик никчемной литературы, то повесть Райгородецкого, Путина. Оказалось, совсем не такой. В небольшой объем книги автор вложил и противоречия эпохи, и конфликт русского и советского человека. Это при том, что Роман Исакович инородец. то есть здесь в повести Путина конфликт честного русского человека и советских подонков. Кстати, Райгородецкий был первым, и, по-моему, чуть ли не единственным, который хотя бы в небольших, в крошечных рамочках дозволенности, цензурной дозволенности, сказал об эпохе, в которую миллионы русских людей уничтожались, сказал достаточно жестко, однозначно и принципиально. Как я уже сказал, о сюжете ничего говорить не буду, возьмите сами в библиотеке и прочитайте. Кстати, а я посоветую, что ни в коем случае не смотрите массфильмовский фильм Путина, снятый в общем-то по этой книге, но оказавшийся пшиком, снятый на Сахалине, там в этом фильме нет ни Камчатки, ни человеческих проблем, получилась двухсерийная производственная лента с ходульными картонными персонажами, на Катурнах, вещавшими о советской псевдонравственности. Нет, пожалуй, чуть-чуть раскрою. Не сюжет, но направленность книги. Это книга о том, как алюторскую селедку в алюторском районе, ловили суда колхоза в Серогласке. Это была первая книга из пяти лучших книг Камчатки, роман Райгородецкой, Путина. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится читать хорошие книги, а если вы читаете всякое дерьмо, можете поставить дизлайк. От меня не убудет. Пишите комментарии. Если вы здесь впервые, то обратите внимание на вот эту подсказку в правом нижнем углу экрана. Если вы выполнили то, что вам рекомендовано и кнопочка из красной стала серой, значит вы не пропустите новые ролики на моем канале. До свидания.